Всем привет! В эфире новый выпуск Заметок о Черкесии и сегодня мы поговорим о таком явлении как вольные кабардинцы, они же беглые кабардинцы, они же как явление образования хаджретового кабарда, условное образование. Итак, слово хаджрет переводится с адыгского как переселенец. Причем в основе термина лежит рабское слово хаджи, то есть паломник в Мекку, то есть значение вроде как религиозное имеет. И получается, что вроде исходя из такого перевода, можно подумать было бы, что это такой переселенец по мотивам религии, то есть каким-то религиозным своим убеждением, решивший переселиться куда-то. Но это не совсем так, потому что как бы религиозный мотив, конечно, присутствовал в переселениях в то время в Черкесии в эпоху Кавказской войны, но на самом деле явление это более глубокого характера, связанное с тем, что Российская империя, наступая на территории Кабарды, подчиняя ее свои земли своим законам, правилам, то есть включая их в состав Российской империи, подчиняла кабардинское общество своим правилам, пыталась свои законы внести в это общество и таким образом ломала традиционные институты управления, общение людей, что негативно воспринималось населением и, соответственно, вызывало в жизнь такое явление, как хаджиреты, так скажем. Собственно, в ранних источниках, начало 19 века, присутствовало более правильное понятие этого термина, как вольные кабардинцы. Дело в том, что именно смысл был в том, что эти кабардинцы, которые уходили из Кабарды, вольные земли, там, куда не проникала российская власть, соответственно, как бы термин вольные отсюда и возникал, живущие на воле, в вольных землях. Уже в царской России, в источниках царских историков появляться стало понятие уже «беглые кабардинцы». Это чуть более позднее явление, когда уже Кабарда была полностью подчинена, практически горной частью в том числе, и, соответственно, мест где скрыться было мало и, как бы, царская власть, считая кабардинцев уже полностью себе подчиненными, их воспринимала как беглецов, соответственно, беглецов от власти, то есть, и поэтому, как бы, термин ввела такой уничижительный «беглый кабардинцы». Итак, собственно, с чего все началось, и как это получилось, и куда это привело. Дело в том, что завоевание вот северных слонов Кавказа, в частности, пределов северных границ Кабарды, Российская империя начала в 1663 году, когда произошло первое такое тотальное наступление на Кабарду русских войск. Дело в том, что тогда уже начали строиться вот эти линии, Азово-Моздокская линия, первая крепость Моздок появилась, которая, в общем-то, и стала, по сути дела, началом завоевания Кабарды. Сама эта линия отделила, значит, кабардинцев северной линии от кабардинцев южнее, то есть северной линии их потом переселили в южную очень, уплотнили население, из-за чего начали развиваться болезни, в частности, из Пятигория, например, того же, выселяли активно их. И тогда уже в 1765 году, когда только появилась крепость эта, кабардинцы уже писали тогда в источниках русских, что кабардинцы вознамериваются изнасляящее свое жилище на вершину реки Кумы или за реку Кубань перебраться, то есть как явление переселенцев появилось туда впервые, вот в те годы. Однако вот ввиду противоречий в обществе, когда там одни князья выступали все-таки за дружбу с Россией, другие против, то есть такое очень противоречивое состояние было в то время в элите, а элита, соответственно, управляла своими подданными, и массового переселения не случилось, не было такого еще мотива. После русско-турецкой войны, закончившейся в 1774 году, появился новый этап вот этого процесса переселения. Дело в том, что по статье 21 этого мирного договора Россия получила полную свободу действий в Кабарде, Турция отказалась вмешиваться, вообще, и обязалась не вмешиваться в политику России на Северном Кавказе, в центральной его части. Значит, с 1778 года в Кабарде Россия построила сразу 10 укрепленных поселений, которые как бы сформировали полноценную Азово-Маздокскую линию, кавказскую по-другому еще, и таким образом получилось, что как бы довольно большой кусок земли кабардинцев был аннексирован Россией, все это вызвало начало военных действий со стороны кабардинцев к весне 1799 года, который вылившийся в самый пик. В ходе кампании 1799 года Кабарда потерпела полное поражение от ее движения против России, и присяга 9 декабря закрепила дискриминационные условия по отношению к кабардинцам, что усилило очень сильно первую волну крупную у переселенцев. Тем не менее, не аннексия и не захват земель, в принципе, не стали таким фактором основным, и даже военные контрибуции, дань, которую заставила Россия выплачивать, тоже не стали таким фактором. Переселение настолько ярким, как стало именно вмешательство в управление в обществе. Дело в том, что в 91 году, после очередной русско-турецкой войны, именно река Кубань стала пограничной рекой между Турцией и Россией. В 92 году Россия принимает решение о заселении этих территорий между Кабардой и Закубанием, то есть, что поделить кабардинцев, от Черкесов в Западную Черкесию, значит, заселить казаками решила. При этом Донское казачество, оно взбунтовалось против этого решения, и такой колонизации в тот момент не произошло. То есть, граница оказалась свободной. Для кабардинцев одновременно последовала тогда инструкция от Екатерины Второй, начальнику войск на Кавказе Гудовичу, вроде как кабардинцев, не обязательно силой принуждать к миру, что нужно им больше культурной частью, торговлей, стараться их заманивать, прельщать благами цивилизации кабардинцев, и они сами сложат оружие. Но при этом, как бы, и справедливый суд устроить. Она предлагала, предполагала, что все, кто лоялен России, будут очень хорошо награждать. Те, кто не лоялен, их будут жестко судить. Но, тем не менее, через год, в 73 году, она же Екатерина Вторая, выносит, значит, постановление, что нужно в Кабарде утвердить, так называемые, родовые суды. То есть, это такой, скажем, механизм такого административного управления, судебной власти, при котором, как бы, суд разрешал дела на местах. Ну, там, допустим, в присутствии каких-то феодалов местных, но главным арбитром оставался комендант в Моздоке, и еще более апелляционные инстанции, там, в Астрахани. То есть, по сути дела, Россия становилась самым главным арбитром над всеми делами, уголовными и административными местах, с лояльной прослойкой элиты кабардинской. Это называлось, это родовые суды и расправы, и, по сути, приводило к ликвидации самостоятельной местной феодальной власти, и упразднение государственности в Кабарде. Что, считалось, и привело к кризису традиционных отношений в Кабарде, и начало восстаний. Причем, эти восстания постепенно, под действием турецкой пропаганды, стали еще и приобретать такой религиозный характер. То есть, общество старало требовать не просто отмены этих судов, но введения судов по шариату. В частности, все это приводит в том же году, в 93-м, к тому, что от кабардинцев, не согласны с таким решением, уходит в Канабском упаше делегация с просьбой оказать поддержку военную. В результате чего, как бы, султан турецкий Силим III подтверждает такую поддержку, что значит, он готов выставить войска в Кабарду. Значит, он посылает делегацию в Петербург, где требуют отказаться от Крыма и Кабарды, Российскую империю. Естественно, все это, ему в этом отказывают. Это становится поводом к новой войне. В 94-м году, как бы, султану во всем этом отказывает. В 94-м году начинается в Кабарде вооруженное восстание, в котором участвуют, собственно, братья Тужуки, на которых я говорил отдельно в выпуске. Их примерно 9-му году возвращается в Кабарду, где поднимает опять это все движение против этих родовых судов и введение шариата. При этом все это время, значит, несмотря на то, что к власти в России пришел новый император Павел I, он по-прежнему, политика эта продолжает усиливаться, давление, вводятся отдельные отряды в Кабарду, которые, значит, взимают определенные штрафы и дань тех, кто не выполняет требования по введению этих родовых судов. При этом Адиль Гирей Тужукин первым начинает в попытке переселять подвластных ему и преданных ему и кабардинцев, и абазин, и бесслинеевцев за Кубань в западную Черкесию. Но в 99-м году такая попытка у него не получилась. Ее пресекли войска. И как бы с этого времени мы можем выделить определенные волны уже миграции именно в западную Черкесию со стороны этих кабардинцев. Первая волна развернулась, значит, как я уже описывал, в 63-м году, после постройки крепости Моздок и столкновений 65-го и 67-го годов на фоне вот этой возникновения этой крепости и отказа ее убрать российскими властями. Такой же сценарий последовал в 77-78 году, когда на территории была построена уже 10 российских укреплений. В 79-м году возобновляются боевые действия, и в результате поражения, значит, часть элиты стремилась к переселению за Кубань. Собственно говоря, вот это первая волна и сложилось это переселенческое мышление с 63-го по 93-й год, который потом поддерживал и Атажукину в религиозной форме. То есть он написал это так, что кабарда, в общем-то, оккупирована неверными, и, соответственно, ее территория неверных. Смерть на ней просто не в борьбе против неверных, будет считаться смертью как бы неправильной, то есть умерший мусульман не попадет в рай, то есть если либо ты сражаешься, либо уезжай в мусульманские страны, в ту же Турцию, мигрируй, или к западным черкесам. И, собственно, российские войска своими действиями только усиливали вот это движение. Собственно, благодаря Адельграю Туржакину к 1805 году за Кубанью сформировался значительный массив кабардинского населения, в основном на реках Уруб, Лаба, из вольных кабардинцев, так называемых. Преселение происходило, значит, в том числе и активизации в этот период военных действий со стороны России, когда сжигались аулы, посевы, то есть поля, то есть переселение, оно было осложнено тем, что люди голодные шли, то есть им нечего было с собой взять, все было уничтожено войсками. И, собственно, адаптация на новом месте тоже очень тяжело происходила, поэтому, по словам историка Горобовского, кабардинцев в 1806 году уже произвели новое восстание в Кабарде, то есть в 2005 год это подавление, это восстание, в 2006 году оно опять возникает. Набеги их на Кубанскую линию активизировались и, собственно, считается, что в этот период именно в Западной Черкесии, как бы, период простых стычек перешел в стадию полноценных набегов, то есть полноценная Кавказская война уже в активной фазе началась в Западной Черкесии. Стоит еще отменить, что с 1803 года в Кабарде началась затяжная и очень масштабная эпидемия чумы, охватившая все центральные районы Кавказа. На протяжении трех лет с 4 по 7 годы чума опустошила большую часть селений Кабарды и Балкарии и она далее возобновлялась ежегодно вплоть до 1813 года. Участник военных действий Бример в 1822 году, уже после покорения полного Кабарды, писал, что сильное племя кабардинцев, которое в прежние времена могло выставить в поле под начальством своего военачальника до 25 тысяч конных хорошо вооруженных воинов. Ныне, после того, как чума 9 лет пожирала этот народ, все еще имеет довольно сильное население на плоскости, жившее в там больших аулах. Но по статистике известно, что тот же офицер генштаба Шаховский считал потери кабардинцев и чумы настолько серьезными, что они грозили полным уничтожением и вымиранием. Он описывал, что чума истребила более пяти шестых населения страны, то есть примерно по подсчетам было их 300 тысяч примерно человек населения, а после чумы осталось не более 30 тысяч. И все это сопряженное переходами генерала Ермолова к 22 году разорили и рассели всю Кабарду, так что в настоящее время осталось в ней не более 10 тысяч человек населения. И поэтому влияние кабардинцев на соседние племена угасло полностью. Ряд переселительских акций на западной территории с 1999 по 80-е годы составили первый этап полноценной этнической миграции в Закубанье, который условно делится на три периода временных. С 1999 по 803 это первое такое крупное переселение, инициированное Адельгераем на основе шариатского движения Атажукиным. Характерной территории являлось то, что оно осуществлялось тогда еще в более-менее мирных условиях, не было жестких военных действий. Второй период это с 2004 по 2007 годы. Здесь было как раз таки то, что я уже упоминал, интенсивные боевые действия военные, то есть переселялись очень быстро, очень на скорую руку, не имея особо припасов. И при этом пробиваясь через горы, через оборону русских отрядов, которые пытались перекрыть пути переселения. Причем этот поток в то время был очень большой, один из самых крупных. Третий период с 2007 по 2010 годы, здесь с одной стороны после смерти Адельгерея Тружекина, основная идея именно религиозного переселения, она исчезла. А с другой стороны существовала после его смерти и подавления восстаний в Кабарде очень серьезная военно-экономическая блокада горной части Кабарды, ввиду чего они, кабардинцы, не могли сообщаться с линией, не могли закупать продукты, то есть в очень сложных условиях жили и как бы они вынуждены были уходить в западную Черкесию для того, чтобы как-то более-менее жить нормально. Следующий этап этнической миграции в Закубане нашелся уже немножко позже, с назначением в мае 16-го года генерал-лейтенанта Ермолова, командующим военачальником главного на Кавказе. Ермолов поставил задачу ускоренное покорение Северного Кавказа военными способами, очень жестким методом насилия по сути. Собственно говоря, он начинал с Чечни и кабардинцы уже видели, чем это может для них кончиться. Именно он придумал активное прорубание просек в лесах до самых дальних аулов для того, чтобы их достичь. Он их сжигал просто, убивал там всех. Ну, в общем, всех несогласных он убивал, всех согласных подкупал, кого мог. То есть действовало там очень жестко, в общем-то. И у него не было такого серого, скажем так, мнения. Черное или белое. Либо за нас, либо против нас. Значит, в восемнадцатом году Ермолов уничтожает аул. Кабардинский аул Трама. Такой был ключевой в сопротивлении тех времен. Все жители аула переселяются за Кубань. Значит, именно это как бы запускает очень активный процесс переселения. Значит, в восемнадцатом году Ермолов переселил из районов Минвод и Пятигорья на правый берег Малкин в восемнадцать кабардинских аулов. И заселил эти места линейными казаками. Там, известно, к тому времени уже Кисловодская крепость существовала, из которой усилили семейство Тужукиных. И, собственно говоря, там уже вообще перестали кабардинцы жить, в принципе, в Пятигорья на тот момент. И в отрезок времени с восемнадцатого по двадцатого года был ознаменован огромным по масштабам в истории Кабарды переселительским движением второй этап, который делится примерно на два периода. Значит, с восемнадцатого по двадцать первые годы на основе усиления вот этих военных действий со стороны Ермолова. И с двадцать первого по двадцать второй года, собственно, на фоне перехода в полноценную военную фазу и на военных действиях в горной части Кабарды, где Ермолов, пересекая вот эти вот просеками территории горной части, как бы, он окружил большинство неподвластных тогда еще кабардинских аулов. К марту двадцать второго года он на плоскость выселил четырнадцать больших аулов до тысячи домов. При этом известен факт, что сдавшиеся кабардинцы, выселявшиеся на плоскость, по недоразумению, подверглись нападению русского отряда, были ограблены им, ну просто потому что отряд этот не знал, что они уже сдались. При этом отряд просто выговор получился, никакого реального наказания им не было. Большая часть кабардинцев, которые оставались на горных частях Кабарды, тогда ушли в самую трудносутную часть гор. Действием их руководили тогда Асланбек Бесленов и Джамбулата Тужукин. Итак, оставшиеся в горах кабардинцы вольные. Они пользовались поддержкой закубанских черкесов, у которых скрывалась уже довольно немаленькая община их. И, в общем, вот в двадцать втором году, когда Ермолов в горах защемил, к ним приехали представители закубанских кадьев и на общем собрании было решено добиваться от властей либо их разрешением остаться в горах и чтобы их не трогали, либо добиться этого вооруженным сопротивлением. То есть они решили биться до последнего. И в мае 22 года генерал Ермол возглавляет операции сразу трех отрядов. Первый под его личным руководством, второй под руководством генерала Сталя, третий полковника Победного. Вот они наступают на эту горную часть кабарды с разных сторон. Там, в основном, происходят очень небольшие стычки. Жгут они там селения, жгут паравиант. Вступают они в ущелье боксана, движутся по нему вверх. С большими трудностями габардинцы им устраивают различные завалы. И в итоге они окружают через горную гряду кабардинцев, дают им последний бой с тыла. И, значит, восставшие вынуждены были отступить. Как Пота описывает, у аула Ксантиа были сооружены каменные завалы, которые должны были, вроде как, остановить движение. Но, по сути, решающего сражения, как желал Ермолов, не произошло. Кабардинцы предпочли сдаться. Ну, не то, что сдаться. Они отступили. Они через горный Карачаи ушли все-таки в Закубанье. На Каменном мосту их пытался перехватить от Вильяминова, но опоздал. И они ушли в Закубанье, которая считалась тогда османской территорией. По некоторым подсчетам, это было последний из восставших 15 тысяч человек. Таким образом, Кабарда была окончательно покорена российскими войсками. Значит, 26 июня 1922 года Ермолов обратился к кабардинцам покоренным, обвинил их в измене, в нарушении клятвы, в воровстве и убийствах и, значит, установил такие требования. Значит, во-первых, что он позволяет им сохранить свободное отправление своей веры и прежних обычаев. Он принимает выселившихся из гор владельцев и аристократов уздений в прежнем их достоинстве и звании, что считал своего рода амнистией. В-третьих, он требует от них возвратить рабов, которые бежали от своих владельцев или переселились уже из гор. Точнее, он требует от них, то есть, грубо говоря, это был такой посыл на то, что вот кто там сбежал в Западную Черкесию из ваших подчиненных, давайте повлиять и на них, чтобы они вернулись. И четвертое, что он сказал, что желающих принять христианство он останавливать не будет, но при этом не будет и потакать пропаганде христианской религии. И, соответственно, те, кто ослушается его приказов, Ермолов обещал отобрать землю и подданную. Дальше, значит, в двадцать четвертом году Ермолов устраивает карательные рейды отдельные по Кабарде и по всему общем Восточному Кавказу. Так получается, что если ему в руки попадаются какие-то владельцы и известно, что их семейства какие-то находятся в Закубане, в Западной Черкесии, то он начинает их шантажировать. То есть, по сути дела, он посылает гонцов в Западную Черкесию, туда вот к Немерговицам, Весленейцам, среди которых жили вольные кабардинцы, кабадзехам, о том, что либо вы уходите и из Западной Черкесии, подчиняйтесь русским войскам, либо мы будем наказывать ваших родственников, оставшихся в подчинении в Кабарде. Все это приводит к еще одному восстанию в Кабарде в двадцать пятом году, причем Ермолов старается его сильно подробно не описывать. В общем-то, все прекрасно понимают причины такого восстания. Часть владельцев бежали тогда в горы и тоже пытались переселиться на Кубань. Им нападение участвовали почти все живущие по реке Малки кабардинцы. С другой стороны, в Закубане с 23 по 25 годы практически все серьезные нападения на Кубанскую линию со стороны черкесов происходили под непосредственным руководством вольных кабардинцев, то есть владетелей их, и Джамбулата Болотокова, Темиргоевского князя, который находился тогда в оппозиции. Мы в выпуске про Болотокова говорили. В 27 году кабардинские князья и везде не безрезультатно ходатайствуют перед генералом Дибичем, об отмене временного суда. Тогда считалось возвращение к шариату необходимой мерой. Даже теми лицами, которые давно были вовлечены в союз с Россией, то есть рабы уже служили на российской службе. В частности, князь Бекович Черкасский в 1829 году составлял проект административной судебной реформ, который предлагал часть гражданских дел, вроде наследования, допустим опеки и прочего, ввести по шариату, то есть совместить законы Российской империи и законы шариата конкретно в Кабарде. Но проект его не получил одобрения. В апреле 28 года после объявления войны с Турцией, Мануэль, генерал, будущий гражданским начальником Кавказской линии и на Кубани в том числе, он распространяет такую прокламацию, наполненную угрозами к населению за Кубани. Там он пишет, что за содействие турецким войскам он будет истреблять аулы очень жестко. Что касается хаджиретов, то есть беглых кабардецов, точнее вольных кабардецов, он конкретно упоминает, что беглых кабардецов, находящихся за Кубани, один раз навсегда требуя, чтобы они от хищнических действий удержались, в противном случае добычами не заменятся им те потери, которые понесут они, если повлекут на себя русское оружие. К тому же и сами жители закубанские, давшие им убежище, тоже должны за стыд почитать, следовать их советам, а и того еще и более терпеть в них своих протестителей и им повиноваться. При этом дальше он описывает, что готов дать свободу под властом и рабам тех владельцев, которые выступят на стороне Турции, а сами владельцы будут преследоваться и истребляться оружием всякой пощады. То есть такое разделение он как дает революционного характера, то есть если вы крестьяне, подчиненные рабы вот этих, мы вас русским оружием освободим, если ваши подлые аристократы, которые вас удерживают, перейдут на сторону Турции. Даже в Петербурге считалось, что такого рода прокламация это довольно жестко, то есть это такой уничижительный и презрительный тон, угрожающий, он считался избыточным. Вверху за это, в общем-то, ругали в том числе, ну вот этих кавказских чиновников, даже не потому, что тоже так черкесам они так обращались. Даже такие прокламации не позволяли себе писать персам, когда только война разгоралась в Иран, что вообще считалось не дипломатичным. Иранцы это как оскорбление воспринимали, еще более усиливались военные действия из-за этого. Такого рода прокламация должна была внести раскол в черкесское общество. При этом как бы все понимали, что предлагать свободу рабам, крестьянам со стороны российского генерала в то время, когда в Россию в общем-то процветало все абсолютное рабство к собственных крестьян. Это крепостное. Ну как бы это было нелогично. В общем-то. Считаю, что в принципе туда в обществе местных начальников все средства хороши. При этом слова свои Эммануэль сдержал, а его угрозы даже сейчас перевыполнены. То есть он не просто нападал, он там по любому подозрению просто налетал и сжигал аулы. Причем даже тех, кто подозревался просто в укрытии вольных кабардинцев, от чего страдали очень сильно темиргоевцы. И это повлекло впоследствии вот этот раскол, разделение. Тот же Джамбулат Балатоков почему выступал на той стороне активно. Абадзехи и кабардинцы встретили эту прокламацию враждебно. Провели в конце апреля 28-го года на Урупе собрание, на котором пригласили князей и старейшин всех чешкесов для совещания о вторжении предела Кавказской области. В мае 28-го года тюрмеговские князья Шумаф и Таустан решили со своими улами уйти от русской границы и пришли к своему брату Джамбулату Балатокову. Тогда вот именно мирная часть, которая с Россией более-менее нормально сотрудничала, она вся тоже откололась и ушла в горы против России. Фактически это означало присоединение всех темирговцев к черкесскому сопротивлению. Ну и как бы Эммануэль в 30-31 годах действовал очень жесткими мерами, практически как тот же Ермолов, он вынудил их все-таки пойти на союз, из-за чего тот же Джамбулат вернулся. Но вольные кабардинцы в общем-то продолжали свою деятельность. Они практически любую партию, которая выступала против России, поддерживали до самого конца Кавказской войны. Проживали они в общинах среди темирговцев, бесслинеевцев, абазин и абадзехов. Чуть позже, когда пришел в эти земли Магомед Амин, когда начал собирать свою Черкесию под знаменами Эдававата, именно вольные кабардинцы с абадзехами составили самое активное ядро его войск. И, соответственно, после того, как его разбили и он был вынужден сдаться, Магомед Амин выехал в Турцию. Когда это все движение развалилось, в конце Кавказской войны, они вынуждены были с остатками сопротивлявшихся абадзехов, например, отступать от наступавших русских войск и выселились в Турцию. Оставшаяся небольшая часть закубания из вольных кабардинцев составили часть адыгов, проживающих ныне в Карачаево-Черкесской республике и Кашихабльском районе республики Эдагея, в частности тот же Аулу-Ляб, известный потомками вольных кабардинцев. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делайте перепосты, рассказывайте друзьям. Пообщаемся на эту тему в комментариях. Ну и ждите следующих выпусков. Всем пока.